Начиная с этого года, организациям не надо самостоятельно исчислять земельный налог и представлять по нему налоговую декларацию до 20 февраля, как это было ранее. Теперь, в течение налогового периода, который равен календарному году, организации обязаны уплачивать авансовые платежи, размер которых определяется как 1,4 суммы земельного налога, исчисленной за предыдущий налоговый период. На 2023 год устанавливается переходная норма по уплате авансовых платежей. Так, организации будут уплачивать авансовые платежи 4 раза в размере 1,4 суммы земельного налога, исчисленной за 2022 год, проиндексированной с применением прогнозных индексов роста потребительских цен на текущий налоговый период. Сроки уплаты авансов не позднее 22 февраля, 22 мая, 22 августа и 22 ноября 2023 года. По сроку не позднее 22 февраля 2024 года будет необходимо заплатить разницу между годовой суммой земельного налога по декларации за 2023 год и авансовыми платежами. Такой порядок уплаты авансов не распространяется на бюджетной организации плательщиков единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции и некоторые иные категории плательщиков. Не позднее 30 января 2024 года налоговые инспекции должны направить в адрес организаций декларацию по земельному налогу за 2023 год, предварительно заполненную на основании сведений о земельных участках, которые имеются в налоговых органах. Организациям, получившим предварительно заполненную декларацию не позднее 20 февраля 2024 года, при необходимости следует внести в нее изменения и дополнения, подписать и направить обратно в налоговый орган. А следовательно, отчитаться за используемые земельные участки в 2023 году организациям необходимо не позднее 20 февраля 2024 года.